Здравствуй, дружок! Сегодня у нас индийская сказка «Добрый Тхирсинг». Жил-был царь. Звали его Сукхпал, что значит «Хранитель счастья». Очень любил Сукхпал строительством заниматься. И возвел он в своем царстве много красивых домов и храмов. — Выстрою-ка я для себя дворец чуда, чтобы не было ему равного на всем белом цвете, — решил Сукхпал. И созвал он из многих царств и разных стран заморских, зодчих знаменитых да мастеров искусных. Осыпал дарами, оказал им почести, дал им все, чего только они требовали. И вот вскоре выстроили они дворец. Всем дворцам дворец. Красоты невиданной! Его купола, словно белые облака, парили над землею. Его высокие башни и минореты устремлялись ввысь, словно хотели взлететь и селиться с голубым небом. Перед дворцом царь повелел разбить большой сад. Посреди сада соорудил мраморный фонтан, и высоко-высоко забила в нем вода. И вот однажды прогуливается царь по своему саду и видит фырк-фырк. Какая-то птичка невеличка то и дело порхает от фонтана к гнезду, скрытому в густой листве развесистой самоковнице. Птичка пролетела над фонтаном и роняла в воду то соломинку, то сухой листик или сеноклочок. Царь возмутился. Позвал садовника и приказал ему сбить гнездо с дерева. А в том гнезде сидели птенчики. Бедная пташка заметалась над головой царя, защебетала, забила крылышками, умоляя царя пощадить ее птенчиков. Но царь и внимания не обратил на трепыхание птицы. Он повелел не только гнездо разорить, но и срезать большую ветвь, нависшую над фонтаном и бросавшую черную тень на искрящуюся воду. Утром проснулся царь, ничего не видят его глаза. Все черным черно вокруг. Веселые лучи восходящего солнца теперь не приветствовали пробуждения царя. А утренний нежный ветерок уж больше не овивал его своей прохладой. Во дворце стояла непроглядная тьма, словно глубоко ночью. Перепугался царь. Не мог понять, что такое случилось. Тут входит к нему главный садовник и говорит. О, досточтимый повелитель! Ночью произошло чудо. Деревья вокруг задвигались, плотным кольцом окружили дворец. Двери и окна густую листвою закрыли. Да так, что ни свет, ни воздух внутрь пробиться не могут. Садовые колодцы всегда водой переполненные. Вдруг высохли. Вспомнил тут царя о вчерашнем дне и горько стал раскаиваться в том, что сделал. Приказал он вырубить все деревья, да б не выкорчевать. Но как дровосеки не старались, все напрасно. Деревья рубят, топор отскакивает. Ветви отрубают, а они снова вырастают. Узнал царь, что дровосекам с деревьями не справиться. И стало ему еще горше. Приказал он вырыть новые колодцы. Но как землекопы не старались, как глубоко землю не рыли, до воды так и не докопались. Ни капли воды в колодцах не показалось. Будто вся земля пересохла. Когда все усилия оказались напрасными, и у царя пропала последняя надежда избавиться от беды, повелел он бить в дворцовый барабан, что есть сил, и объявить по всему царству указ, который гласил. Слушайте, люди, слушай мой народ. Кто на помощь придет мне, кто воду высохшим колодцем вернет, кто срубит под корень деревья губительные, дабы воздух и свет во дворец проникли, того повелю сделать моим прямым наследником. А дочь мою, царевну Сумукхе прекрасноликую, отдам тому человеку в жены и свадьбу справлю со всей царской пышностью. И вот из разных царств-государств, из многих стран далеких и близких потянулись во дворец вереница всякого люду. Кто половчий, посмышленней да посноровистее, молодцы да удальцы, храбрецы да смельчаки, да умельцы мастера на все руки. Решили они попытать счастья, но потерпели неудачу и вернулись ни с чем. В соседнем царстве жила-была одна старуха, были у нее три сына. Старшего звали отважный лев Хим Мат Синх, средний звался прекрасный лев Сундар Синх, а младшему имя было добрый лев Тхир Синх. И хотя они были наделены этими именами случайно, оказалось так, что выросли они один отважным, другой красивым, а третий добрым. А ну-ка пойдем попытаем и мы счастье у этого царя, надумали братья, взяли немного еды на дорогу и самые необходимые пожитки и отправились в путь. Шли они, шли и добрались до темного леса. С трудом пробрались они в самую середину леса, вдруг видят, какой-то человек рубит деревья. — Эй, любезный, зачем ты здесь лес рубишь? — А затем, — отвечает им незнакомец, — что хочу прорубить просеку, чтобы люди могли без труда на дорогу выйти. Но вот беда, не по силам мне одному эта работа. Вот если бы кто из вас мне помог, тогда бы я быстро справился. — Бесполезное твое дело, да и время дорого. Не могу я тебе помочь, — сказал Хим Мат Синх. — Тяжелый труд мне не по силам, — сказал Сундар Синх. Тхир Синх ничего не сказал. Взял топор и принялся рубить. Засверкали топоры. Незнакомец и Тхир Синх заработали так быстро, что к вечеру тропа через лес была прорублена. И тут только Тхир Синх заметил, что топор-то у того человека не обычный, а волшебный. Только он топором ударит, дерево на землю разом и валится. На прощание подарил тот человек свой топор Тхир Синху. Быстро прошел Тхир Синх весь лес по просеке и оказался на большой дороге раньше своих братьев. Те вышли на дорогу и видят. Стоит Тхир Синх и поджидает. Удивились братья, да ни о чем уж не спрашивали. Двинулись они втроем дальше. Идут, молчат, торопятся. Вдруг видят. Сидит у ручья старый человек без ноги и горько плачет. — Люди добрые, помогите калеке безногому, — запричитал незнакомец, завидев издали братьев. За водою к ручью спустился, а кувшин наверху забыл. — Нет сил дважды наверх подниматься. Сделайте милость, сходите за моим кувшином. Вовек вашей доброты не забуду. Химат Синх сделал вид, что ничего не расслышал и торопливо пошел мимо. Сундар Синх сделал вид, что ничего не увидел и тоже молча прошел мимо. А Тхир Синх пожалел беднягу и пошел обратно за кувшином. На гору крутую поднялся, долго искал кувшин. Наконец нашел. Стоит на земле маленький кувшинчик, а из горлышка вода бьет ключом. А рядом лежит крышка. Поднял он крышку, закрыл горлышко, и вода перестала течь. Отнес он кувшин старику. Обрадовался старик. — Спасибо тебе, сынок, за услугу. Кувшин-то у меня непростой, волшебный. Как на землю его положишь, так крышку откроешь. Вода из него так и забьет. Свежая, ключевая. — Дарю тебе этот кувшин за твою доброту. Бери, не пожалеешь. Тхир Синх с радостью взял подарок, попрощался со стариком и поспешил своей дорогой. Вскоре догнал он братьев. Шли они, шли и пришли в одну деревню. А на той деревне вчера ли, сегодня ли ураган пронесся. Да такой сильный, что деревья свалил и хижины развалил. У обломков одной лачуги увидели они плачущую старуху. Дрожащими руками собирала она бамбук, разбросанный по двору. Химат Синх и Сундар Синх думали лишь об одном. Как бы им поскорее добраться до царского дворца. Увидели они. Сидит и плачет старая женщина и поспешили пройти мимо. Тхир Синху уже стало жалко ее. Остановился он, взял в руки лопату и принялся выкидывать мусор и обломки. Смотрят. Что за чудо! Едва копнет он лопатой, из-под нее мусор так и летит. Быстро заработала чудо-лопата. Полетели щепки да обломки в разные стороны. Скоро от кучи мусора и следа не осталось. Очистил Тхир Синх дворик от обломков. И выстроил на том же самом месте новую хижину. Да получше старой. Благословляю тебя, сынок, живи сто лет, говорит ему старушка. Добратость твоей. Ты доставил мне немалую радость. Возьми же с собой мою волшебную лопату. Она тебе еще пригодится. Забрал Тхир Синх лопату, попрощался со старушкой и поспешил догонять братьев. Он застал их у развилки дорог. И вот пошли они втроем по большой дороге. Не путевый ты, Тхир Синх. И зачем только мы тебя с собой взяли? То и дело бестолку задерживаешься. Все ворчал Химат Синх. Судьбу свою разве кто знает? В чем она нас испытать пожелает? Отвечал ему Тхир Синх. Всю жизнь сами себе помогаем. Надо же и людям помочь. Ты вот услужил людям, а что толку? Возразил Синдар Синх. Только себя понапрасну и измучил. От этих добрых дел одна лишь забота, а польза от них ни на грош. А зачем тебе польза? Разве доброе дело требует награды? Или мало одной радости, что помог человеку? Спросил Тхир Синх. Но братья ничего не ответили. Они торопились поскорее добраться до царского дворца. Вот и дворец. Начали братья выказывать свои силы и умения. Первым вышел Химат Синх. Поднял он острый, как меч, тяжеленный, как гиря топор. И что есть силы, ударил по дереву. Только звон раздался. Загудело все дерево. Но стоит крепко. Даже не покачнулось. Принялся тогда Химат Синх, что есть мочь и рубить ветви. Одну отрубят, а две вырастают. Силы много у Химат Синха, да толку мало. Со свистом рассекает воздух громадный топор. Как живой летает в могучих руках. Ветви падают одна за другой. А дерево еще гуще до ветвестия становится. Долго старался Химат Синх. Рубил и рубил. Да все понапрасну. Стоят деревья, точно каменные. Изнемог Химат Синх. Понял царь, что этот богатырь бессилен что-либо сделать. И велел прогнать его прочь. Заглаз долой. Но Химат Синх был к тому же и упрям. Он никак не хотел уходить. Понадеявшись на свою силу, он сцепился со слугами. Как не силен был Химат Синх. Как не упрям был Химат Синх. Но все же драка кончилась тем, что руки-ноги ему скрутили, да крепко поколотили и выбросили из дворцового сада. Настал черед Синдар Синха. Он видел, как брат-силач обессилел в единоборстве с деревьями. Как слуги его схватили, скрутили и поколотили, да из сада вон выбросили. И решил начать с рытья колодца. Взял свою самую лучшую лопату и принялся вовсю копать землю. Ну и что? Силится Синдар Синх, копает. А на месте выкопанной земли новая появляется. Ловкости много у Синдар Синха, да толку мало. Зачистила, замелькала в руках у него лопата. Летит во все стороны землица. Но чем больше роется он в земле, чем ловчее копает, тем меньше становится яма. А вскоре она и вовсе сравнялась с землей. В отчаянии отбросил Синдар Синх лопату и повалился на землю. Рубить деревья у него сил уже не хватило. Потерпев поражение в открытом бою, Синдар Синх захотел добиться побед окольным путем. Ведь он слыл красавцам. Понадеявшись на свою красоту, он решился покорить сердце царевны. Мне бы только встретиться с ней. Она мигом поленится моей наружностью и тотчас возьмет меня в женихе. Иначе быть не может. Прикидывал Синх. Вытер он со своего красивого лица грязь и пыль и поспешил на женскую половину дворца. Но по дороге его схватили стражники. Несмотря на его благородную внешность, они решили, что это вор или мошенник и отвели прекрасного Синха в дворцовую темницу. Теперь наступил черед младшего брата, Тхирсинха. Вытащил Тхирсинх из своей котонки топор и лопату. Неспеша подошел к деревьям. Как ударил по дереву топором, так дерево сразу на землю и рухнуло. Валятся деревья ада, но за другим. Машет Тхирсинх направо-налево колдовским своим топориком. Волшебной лопаткой своей землю отсучив и по ней расчищает. Мигом стало светло во дворце. Тхирсинх не стал землю копать. Спустился на дно высохшего колодца, поставил кувшин, снял с горлышка крышку. Забило фонтаном из кувшина вода, искристая, ключевая, и заполнило до краев колодец. Царь и народ рты разинули от удивления. Уж не волшебник ли этот Тхирсинх? Наступило всеобщее веселье. Праздник пришел во дворец. И в городе тоже все ликовали. Особенно рад был царь. Отдал он свою дочь, прекрасноликую Сумукхе, доброму Тхирсинху. Тхирсинх позвал своих злосчастных братьев, раздал им много денег и отослал домой за старушкой-матушкой. Вскоре привезли братья царицу-матушку во дворец. Пышно и весело сыграли свадьбу Тхирсинха доброго и Сумукхе прекрасноликой. И долго Тхирсинх добротой своей помогал людям, заботился о бедных и совершил много хороших дел. Доброта великодушия Тхирсинха так понравилась царю, что он подарил ему все свое царство. На этом сказке конец. Кто дослушал, молодец. Если тебе понравилась сказка, ставь лайк, не забывай подписываться на наш канал и нажимай на колокольчик. Тогда ты точно не пропустишь новые эфиры. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok